Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за тренера. Итак, в прошлом выпуске мы перешли с вами из ротора Волгоградского в Динамо, Москву. Небольшой такой, сказать, прыжок мы сделали, на самом деле, с 12 строчки на 10, но просто сейчас мне показалось, что Динамо очень хороший состав. Просто нужно к нему приложить правильную тактику, руки и все такое. Вот, я пришел в команду, у нее был командный дух 70, попереставлял игроков и получился у меня командный дух 95. Классная действительно прям команда здесь получается. Какие сделал перестановки? Здесь стоял Паршевлюк, справа в защите, я поставил Морозова. Вот, также был Хелебранд на атакующем полузащитнике, я поставил Моро, он хотя и опорник, но у него тоже неплохо. Кстати, в атаке у него выше даже, чем у Хелебранда. Вот. Слева у нас Игбун, хотя это не его позиция, у него 77, как у центрального нападающего, но у него, если мы его ставим налево, самый все равно высокий. Среди всех левых наших нападающих у нас Грулев и Маккей. В нападении у нас стоял Камличенко, но я поставил Филиппа. Вот. И также Нже вроде стоял у меня справа в нападении, но если мы переставим Нже и Шиманский, ничего не изменится, просто командный дух поднимется, поэтому я считаю, что все-таки Шиманский лучший здесь будет вариант. Вот такие вот дела. Динамо сейчас идет на 10-й строчке, в Кубке России они прошли, кстати, они будут играть в четвертьфинале против Зенита, поэтому мы точнее будем играть. Здесь мы прошли Тульский Арсенал со счетом 2-1, а Ротор, кстати, ну вот мы помним, вылетел от Спартака в 1-8. Ну а мы сыграем с Зенитом в четвертьфинале, посмотрим, тоже интересно. Сегодня у нас в выпуске 3 матча, потому что по месяцам мы так играем. Сегодня у нас Ахмат домашняя игра, домашняя игра против Рубина и выездная против Спартака. Ахмат самая слабая команда, которая против нас, с Рубином будем бороться, ну вот, наверное, за 9-ю все-таки строчку, равенство очков у нас, поэтому поехали. Итак, многих игроков я также по выставлял на трансфер, чтобы очистить наш состав от ненужных игроков. И давайте сейчас также я зайду в работу скаутов и мне надо найти левого защитника, потому что у нас один Скопинцев всего лишь на этой позиции. Естественно, я буду искать пока что в России, потому что мы не прям такой прям клуб, который может позволить себе со всего мира, хотя и со всего мира тоже интересных игроков находят. Но давайте пока что будем, так сказать, региональные трансферы производить только по чемпионату России, мне кажется. У нас, кстати, рейтинг клуба 95, запомним, 592 тысячи подписчиков, можно сказать, в Инстаграме, наверное, все такое. Поэтому мы переходим к матчу против Ахмата. Вот, у них вот такой состав. Ну, надеюсь, у нас что-то да и получится. Поехали. Итак, Динамо против Ахмата. Как-то мы вроде даже проиграли в составе ротора, когда я тренировал. Мы проиграли Ахмату, минимально вроде. Ну, а сейчас я все-таки пришел в Динамо, чтобы показать, что команда достойно выше находиться. Просто нужно хорошие здесь руки иметь возле тренерского мостика, на тренерском мостике тоже. Поэтому посмотрим. Сразу же я в атакующую решил пойти, потому что, ну, играем мы все-таки дома. И у нас состав такой очень даже хороший, 95-командный дух. Поэтому мы посмотрим. Итак, закончился матч со счетом 0-0. Ни одного не смогли даже ударов в створ нанести, но Шиманск стал лучшим игроком матча. Сыграли в ничью с последней строчкой. И сейчас мы на 10-й все так же строчке. Надо еще так же пробовать смотреть, как Ротор там играет без нас. Пока что, ну, они опустились, были же на 12-й. Вот. Сейчас у нас дальше игра против Рубина, но мы их обогнали. Так что сейчас надо Химки пытаться обгонять. Приходит нам сообщение. Многих сейчас игроков должны у нас забирать, я надеюсь. Так, Шунич. Давайте примем, потому что что они там... Представители игрока снова требуют свои условия. Ну, не повысить просят, естественно. Тут не на так уж много, поэтому давайте примем. Минус всего лишь 18 тысяч к бюджету. Паршевлюк. А что? Да, годовую зарплату мы ему уменьшили. Поэтому нам это еще и в плюс даже на 100 тысяч там. Провалились. Каборе не будет с нами продлевать. И, скорее всего, он идет. Но это нам на руку, на самом деле, он очень возрастной игрок. Вот. Фомин. Фомин, Фомин. Мы ему предложили понизить зарплату. Отлично, он согласился. Поэтому это снова нам в плюс идет. Вот. Дальше, дальше. Грулев. Грулев. Ну, принимаем, что нам? Там не сильно, да, вроде? 100 всего лишь евро пойдет. Так, Игбун. Ну, понятно. Ладно. 23 тысячи всего лишь потратим. Так, ну и все. Остальные. Остальными я вроде как не планирую продлевать пока что. И будем ждать. Наверное, надо даже уже давать работу скауту, чтобы нам находили опорника, раз мы не можем все-таки продлить контракт с Каборе. Вот. Пусть ищут нам на подъеме какого-нибудь игрока. Так, дальше у нас там игра против Спартака. Московской Дерби. Так, опять у нас переговоры. Ну, давайте. Так, Митцаева хотят у нас подписать. Мы, естественно, будем торговаться. 69 у него. Давайте за 60. Ну, что, это нормальная цена. Он сейчас 69 стоит. Дальше Ордица хотят его в Монпелье. Отклоняем. Борин нам не нужен, да, поэтому его в Тамбов хотят подписать. 357 стоит, поэтому давайте 336 хотя бы пусть нам, но выплачивают. Дальше Прошевлюка хотя бы в Атлетике Куман. Прошевлюк, нет, мы никуда не собирались. Так, Слепов. Слепов в Эвертон хотят какой-то купить в такой. Поэтому 383 он стоит. 286 давайте попробуем. Дальше Москвичев ничего, 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 ничего. Карапузова хотят купить у нас в HAL O.B. HAL City, я так понимаю. Так. Мало все равно предлагаю. Там сколько он, 457 стоит. Давайте 387. Вот. Ну и NG хотят купить в Ростов, так что нам это вообще замечательно. Денег много дают. Так. Сколько там NG? Возраст какой? 28. Ну, мне не нужен чисто NG, потому что у меня есть Камличенко, Филипп на его позицию, а справа есть он тот же Щеманский. Поэтому зачем? Так. Повторные переговоры. Ну и давайте цену-то повышать будем. Сколько еще раз он стоит? Так. 2 миллиона 200 он стоит. Он в хорошей форме, так понимаю, поэтому. 2800. Я предложу Ростову за NG. И будем ждать, когда нам найдут левого защитника и опорника хорошего. Вот. Поэтому. Сейчас у нас игра против Спартака. Будем играть, скорее всего, от обороны, чтобы не потерять очки. Тем более играем на выезде. Вот. И. И, и, и. Так, я бы взял бы, кстати, Гурулева. Вот так вот, чтобы понятнее было. И давайте старт в составе выйдет у меня Камличенко. А вот потом Филипп под уставшим. А, сейчас у нас Рубин. Почему сейчас про Спартак тогда подумал? Ну не суть. Давайте Камличенко, да, выйдет. Там же у нас дальше Спартак, понял. Вот. А так начнет в старте именно Камличенко. И тогда план тоже надо сразу поменять. В атаке. Длинным пасом пусть играют. Посмотрим. Динамо. Москва против Рубина. Поехали. Итак, матч у нас Динамо против Рубина. Интересная у нас сегодня ожидает игра. Мои парни, естественно, заряжены. Вы, зная. А, нет, сегодня у нас две домашних подряд. Поэтому Динамо против Рубина. И 1-0. Отлично. Забивает Николай Камличенко. Вот так вот не зря его выпустил все-таки. Сегодня в старте. Супер. 40-ая минута. Надо по-разному пробовать в самом начале перестановочки. Чтобы тоже понимать, как следует играть. Все. Наша первая победа за Динамо. Над Рубином мы ее одержали. Камличенко приносит нам 3 очка. Замечательно. От Рубина мы отрываемся, так сказать. Неплохо. На 3 очка у нас было равенство. Ну и Камличенко лучший игрок матч. 7-5. У него оценка. Так. Ротор. Ротор. Сыграл, кстати, ничью на выезде против Тульского Арсенала. Мы сейчас на 8-й строчке. Вот так вот и нужно это держать. Ротор на 13-й. Они все так же там держатся. Были на 12-й, когда мы уходили. Поэтому неплохо. Я сказал, топ-6, если мы займем, за Динамо будет вообще замечательно. Пока что именно эти полсезона мы будем на это и нацеливаться. Может быть там борьба какая-нибудь за Лигу Европы. Я не знаю, с какой строчки там надо выходить. Так. У нас очередные... А, здесь уже работа скаутов. Как быстро это находит. Лысов. 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 23 года. Так. Ну, во-первых, у нас шансы высоки. Давайте трешечку здесь и трешечку здесь. И на 3 года попробуем подписать с ним. Вот. Отправим. Ну, потому что нам очень нужен в любом случае какой-нибудь левый защитник в нашу команду. Потому что скопинцев может получить травмы и все. Все на этом. Вот. Ну, а сейчас дальше симулируем дом матча со Спартаком. Так. Дальше у нас идут переговоры. Снова нам кого-то нашли. Теперь уже опорника. Целых троих даже. Бистрович. Биёль. И Трошечкин. Трошечкин из Химок. Вот. Я даже не знаю. Ну, вот. Биёль или Бистрович. Биёль прям разрушитель такой. Нам это бы на руку даже было. Но пока что я не знаю. Нам надо все равно продать некоторых игроков. Поэтому Биёль я, если что, добавлю в список. Вот. Нам очень нужен разрушитель. Да, как Кабуре вроде. Кабуре же тоже там. Сейчас даже зайду, посмотрю, кто он. Он тоже разрушитель. Так что нам вообще это замечательно будет. Вот такие дела. Давайте я тогда и Кабуре выставлю сразу. Потому что мы не можем с ним продлить. Он отказался продлевать. Поэтому почему бы и нет. Я его выставлю. Тем более за ним там в Германии. Он смотрит Аксбург, Вердер, Штукарт. Пойдет. За такого мы и зарплату не будем ему выплачивать. Так что будет? Такое. И опять у нас три дня подряд вон. Переговоры. Кабуре я попал в список трансеров. Дальше у нас... Давайте соглашаемся. Митцаев у нас уходит. Все потихонечку здесь. Плиева хотя-то в Рубин, но нет. Мне наоборот нужны центральные защитники. У меня их не так много тамбов. Немножко так договорились. Вот. Слепов в Эвертон. Принимаем давайте. Так, дальше. Школик. Ходят в Бахар-Шарпур какой-то. Ну, это первое предложение, поэтому мы, естественно, сейчас будем торговаться. 400 тысяч хотя бы за него. Так, Карапузова хотят в ХАЛ, но мы уже тут попытались или как-то там договориться. 58 к нам на зарплатный бюджет и хотят НЖ. В Ростов, да, мы договаривались. Но неплохо, они все равно переплатят, да. Чем его рыночная стоимость, поэтому вообще замечательно. Все. Я даже сейчас тогда буду пробовать подписывать Биоля. Вот такие вот дела. Подаем. Шансы высоки, значит, здесь трешечка. Здесь миллион дадим. Ну, и что ему здесь? Он не откажется, перейдем в наш клуб, и ему будет отдадена более значимая роль. Значимая. А как я ему эту роль-то здесь могу поставить? Вот так, может? Посмотрим. Надеюсь, что ничего не сорвется. И почему наш этот... Лысов, что там? Думает долго что-то. Веласу. Веласко. Этот игрок взят в аренду. К нам Веласко или куда он? Кто этот вообще игрок-то, Веласко? Он вообще у нас в команде? Веласко какой-то. Да, он у нас. Его взяли мы в аренду зачем-то. Пусть будет. Все, переводим время. У нас последняя там игра со Спартаком. И опять, а? Вот просто через сутки каждый. Нельзя в один день все это решить там. Так, Лысов явно в нас заинтересован. Но я думаю, что... Так, нет, не будем ничего мы вытаргивать. Нормально все. Торговаться еще заставляют. Ну, сейчас прям. Лысов, представители. Они просят, чтобы была повышена годовая зарплата. Да тут на 33 тысячи. Это ничего такого. Поэтому все. Вот так вот выглядит наша покупка. Все, Лысов теперь у нас в штате. Отлично. Биоль. Все еще ведут переговоры. Ну, нормально. Так что теперь можно у работы скаутов с левого защитника поменять на укрепление просто слабых мест. Здесь на подъеме пока что ставим. Но если мы сейчас Биоля подпишем, то я еще и на навыки игрока второго скаута отправлю, чтобы мы смотрели и могли подписывать хороших, качественных игроков с высоким рейтингом. Все, отлично. Хотя бы один день здесь мы отдохнули. Так, а... Так мы и так, у кого бюджет, говорите, не резиновый, я и так там всем контракты ниже сделал. Так, Биоль. Ну, здесь они просто требуют только стоимость трансера. Побольше идет. Ну, все. Подписали мы еще и замену, получается, для Кабуре. Будем потихонечку внедрять нашего Биоля. Вот так. Ну, а здесь тогда общий рейтинг. Все такое. Так, что у нас дальше здесь? А, Лысов пришел. Замечательно, вот. Такие вот у него характеристики. Я надеюсь, что у него нормально в рейтинге все будет. Будет, если что, иногда выходить там. Так, Школик. Принимаем тогда, уходи. Так, это все? Вроде как все. Так. Давайте переведем еще время. Да, вон Лысов здесь. Наш трансер. Посмотрим. Посмотрим насчет Лысова, если что. Так, а почему у нас скамейка такая там маленькая? Переводим время. До Спартака сейчас доходим. И отыгрываем последнюю игру. Именно с ними. Так. Ну, я так понимаю, это Биоль. Раз у нас Лысов-то уже есть составленный человек, все-таки якобы Ёль. Ты кто? Как вы поняли? Ну, это Биоль, скорее всего, раз Лысов-то там уже был. Прямо там точность. Точно я уверен. Так, Школик, Биоль. Да, это Биоль, знаете, все-таки был. Так, моя команда. Ну, смотрим. Евгеньева хотят купить. Непонятно куда. Отклоняем. Биоль к нам присоединяется. Отлично. Просто супер замена вон у него. Значит, если что, будем иногда его выпускать вместо Коборы. Вот. Москвичев, что ты ждешь? Надо ему вообще находить уже клуб быстрее. Маркова хотят купить в Бахию. Но мы, естественно, сейчас будем больше просить. Вот так. Хотя бы миллион, чтобы мы заплатили нам за него. Вот такие дела. Так. Играем со Спартаком. План игры у нас какой? 95. Я даже вот не знаю, стоит ли мне сейчас просто... Так. Биоля надо вот сюда вставлять. И Лысова. Вот этот Веласка мне, ну, типа, вообще не нужен. Если нам разрешают иметь большую скамейку запасных, то почему бы и нет. Так вот. Ну, все. Вот таким составом мы выходим. Я бы мог, конечно, сразу же... Хм. Может быть, сразу в дебют, потому что он не сильно здесь меняет. Биоль здесь вообще 63. А там он Мору сколько? У Мору 70. То есть Биоль вообще не сильно-то и готов играть. Давайте, когда команда владеет мячом, мы немножко хотя бы вот так вот сделаем. Вот. Так нормально, мне кажется, будет. Вот. Ну что, Камаличенко бы я бы выпустил. Но это прям сильно нам может подпортить командный дух. Поэтому давайте мы так и останемся. Вот. По атаке. Ну да, в короткий пас будем играть. Так. План игры. Давайте я лучше сейчас там изменю, если что. План игры. Я увидел, что у них, ну типа вообще нету флангов. Только Ташаев и Ященко. Поэтому. Широта атаки. Так. Через фланги. Да, все замечательно. По позициям. Все, через фланги. Так что действуем. Можем пройти. В этом я прям уверен. Поэтому Спартак против Динамо. Дерби. Московское. Поехали. Итак, Спартак против Динамо. Открытие. Арина. Первым уже нам дают вот такого серьезного соперника. Одним из первых. Немножко мы поготовились против Ахмата. Против Рубина. Увозим мы нули. Одно очко. С выездного матча против Спартака. Вроде даже ни одного удара там створ не нанесли. Да. За весь матч. Поэтому Кутепов тут еще стал лучшим игроком матча. Но ничего. У нас две ничьи. Одна победа за сегодняшний выпуск. Ротор сыграл в ничью дома в Сочи. Мы на восьмой строчке. Уверены. Ну а Ротор что-то опустился уже на четырнадцатую даже строчку. Вот такие пока дела. Держаться нам надо вот в топ-8. И бороться за топ-6 как я сказал. Ну потому что у нас сейчас шесть очков до Спартака. Но это очень весомое преимущество. Надо именно с нижними командами было выигрывать. Например с Ахматом с тем же. Вот. Но сейчас мы давайте завершим трансферное окно. У нас не так уж там и сильно денег. Поэтому надо только продать игроков. Чтобы они ушли и не мозолили нам глаза Шунина. Хотят в Кунту Рипу купить. Мы отменяем этот трансфер. Так Маркова в Бахию. Пусть уж уходит так. Вот такие дела. Вот. Ну и все. Завершаем получается. Сейчас трансферное окно. И на этом наш выпуск заканчивается на сегодня. Все. Последний день трансферов. Ждем новых предложений там. Сопи переходит из Рена в Зенит. Важнейший трансфер турнира. Пишут. Так. Приходят нам переговоры. Я думал скауты уже кого-нибудь нашли. Но нет. Так. Отлично. Москвичев. Давайте повторные переговоры. 415 хотя бы тысяч пусть заплатят. Вот. Переговоры. Кабуре. Замечательно. А если я приму типа это потратиться. Час там да. Блин. Два часа. Я лучше бы Кабуре бы уже продал. Чтобы нам понимать. Давайте 3900 прям так и предложим по максимуму. Переговоры по Кабуре зашли в тупик. Он что-то не захотел. Ростов полностью здесь платить за него. Ну ладно. Так. Москвичев. Принимаем. И там получается у нас сейчас на еще один трансфер. Но просто согласиться надо. Без всякого там повышения. Все такое. Переговоры. Моя команда. Так. Яруков. 31000. Кабуре пролетел. Так. Чернич. Филипп Камличенко Игбун. Ну нет. Игбуна Камличенко Филиппа. Я вообще не хочу трогать. Вот. Чернич Дженова. Это я приму. Ну. Это хороший трансфер. Мне кажется. Ну. Все. У нас остается час. Значит. Мы сейчас последнее. Что и можем сделать. Это. Хлебранда отдать. Просто уже. Все. Ну. Неплохо. Неплохо. Можем. За это время. По крайней мере. Нам могут найти хороших игроков. Укрепление. Слабых мест. Нашей команды. И. Будем пытаться подписывать. Потому что. Ну и деньги есть. У нас там 18 миллионов. И. 2 миллиона. Еще и на бюджете. В. Зарплатном. Так. В сборном месте никто не попал. Здесь у нас. Копинцев. Плюс 1. Щеманский. Плюс 1. Моро. Плюс 1. Нормально. Так. Кабуры. Остается у нас. Не знаю. Он же не будет больше правильно продлевать. Если я даже ему сейчас предложу. А. Нет. Можно. Сколько у него сейчас? Сейчас. Миллион. Триста. Давайте я продлю на 1 сезон. Все. Начались официальные. Там. Переговоры всякие. Я. Руков. Все. Молодец. Руков не ушел. Я бы не успел там всеми договориться. Поэтому. Ребят. Всем спасибо большое за просмотр. В следующем выпуске у нас кстати будет матч выездной. Волгоград против ротора. Всем спасибо за просмотр. Мы поднялись на две строчки. Вот. Были же на 10. Сейчас на 8. Еще раз. Третье уже. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Которые у нас выходят по выходным. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Продолжение следует.